ну что ребят всем привет с вами милиманов и со мной сегодня очень необычный гость вы наверное сейчас рядом видите просто большой квадрат черный и вы не понимаете кто там сидит сразу скажу это не аля есть индивидуумы которые умудряются писать почему али так много ребят не аля будет когда я захочу тогда и будет а в гостях сегодня у меня секс символ нового времени будущее поп-звезда и вообще очень хороший человек это андрюша гоголь кто же это возможно вы задаетесь вопросом но у меня есть предположение что скорее всего его все-таки кто-то где-то точно видел это двоюродный брат али и по совместительству родной брат маши гоголь вот андрюша знакомьтесь что мы сегодня делаем у нас сегодня очень много разной лапши короче я андрюхи очень давно обещал позвать его в какой-нибудь ролик где мы будем жрать вот и поэтому сегодня наконец-то свершился этот день и мы будем жрать а что мы будем жрать я думаю многие знают мы были в таиланде и там на покупали очень-очень много всего интересного и один из этих роликов это лапша местная тайская скорее всего очень острая непонятная лапша я лично в жизни видел из этих что предоставлено на столе всего две которые можно приобрести в москве это вот вот эти две я знаю что они продаются на зоне и я даже пробовал остальные я никогда в жизни не видел и не пробовал у тебя как ты какие-то пробовал ну слушай вообще нет я который здесь все в первый раз вижу вообще просто большинство здесь прям реально на тайском языке то есть вот тут даже ни слова по-английски и некоторые выглядит реально странно например как вот это здесь как будто собачья какая-то собачий корм очень скорее всего кстати еще очень очень интересный факт почему нельзя забивать острая водой и почему люди запивают острое либо молоком либо заедает мороженое либо еще чем-то объясняю почему именно нельзя запивать водой когда ты запиваешь острой водой твои вкусовые сосочки так называемые на очень короткий промежуток времени расслабляются потому что типа холодная вода поступает и перемешивается с осадками остроты на этих именно язык языковых сосочках а когда ты воду проглатываешь осадок острый он в основном тяжелее чем вода и он как условно приправа остается вот на этих сосочках да и острота приходит тебе с новой силы еще раз поэтому люди когда пьют воду они полы проглотили воду им опять плохо потом опять попили чуть-чуть там типа во рту подержали воды им нормально потом 5 по поэтому обычно люди запивать либо молоком либо заедать мороженого потому что мороженое это жир сливки также остается на языке даже если ты проглатываешь условно молоко либо мороженое и он начинает перемешиваться и там в кондиции все намного лучше спал давай так как ты сегодня гость выбирай с какой лапши мы начнем мне бы очень хотелось начать с вот этой миленькой розовый вот давайте начинать я думаю мы сейчас все лапшички уберем и будем прям показывать вам с чего начинаем что пробуем и рассказывает как что как возможно мы не все сегодня покажем если вдруг что-то будет реально совсем неинтересно и либо что-то очень похоже на что-то но самое основное естественно какие-то прикольные там остро не остро мы вам сегодня покажем при этом просмотра на канал подпишись обязательно вдруг ты не знаешь это новый канал пустись посмотри подпишись и тоже лайк поставь и приятного аппетита если кто кушает начинаем с первой по мнению андрюша это будет скорее всего самая такая лайтовая лапшичка но выглядит она правда очень мило туда же не типа страна но на всех остров там вообще какой-то крас обычно они как раз таки самые такие опасные ну что открываем и что же нас встретит лапша что это очень странно палка палка сломалась а это вилочка нихрена себе а вот все вот такая вилочка посмотрите вон садим персонаж какой-то прикольно только там все спицы специи пойду давай заливать а ты знаешь как вот как ты закрываешь обычную упаковку такую но если вдруг ты на так вот так вот так а что что new foggy как их называют мы делали вот так а нет не так не нужно мы короче протыкали вилочкой но сейчас нихрена блять не получается поэтому зима браслона вилочка прав мило там даже кукурузка как даже как дышак обычно знаешь вот такой синий деширак есть вот с морепродуктами вот такой же такой запах не просто сфериды пробовал давай пробовать начнем с бульончик ты как ты бульончик вообще есть лапшичках или да я руку рука жопать мне такую вещь это очень вкусно он давно ты чувствуешь что ну чуть-чуть острова да есть так у меня такой осадок небольшое есть я кстати очень удивлен при условии что выглядит супер миленько розовенька упаковка но чуть-чуть пикантность присутствует на удивление ну когда точно даже кстати очень даже неплохо короче объясню у нас в россии очень много дешевых лапшичек вот их начинаешь разжевывать и они как будто как каша а вот тут я прям как будто макароны ем вот да 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 ну в целом типа неплохо наверно вот мне интересно что это плавает я вижу кусочек кукурузы и вот что-то 2 непонятно давай по десятибалльной шкале я поставлю два еще поставить эти по остроте один ну по строте да это где-то 3 тебе 3 вот это 3 ну я просто не ел но я очень давно не ел такие острые понял у меня по строте один у тебя 3 по вкусу по вкусу меня 8 нет типа 6 ничего необычного просто обычные 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 просто но достаточно вкусно идем дальше у нас за кадром обязательно будет молочко даже пусть он стоит это здесь симпатично или плохо убрать молочко или типа прикольность стоит ладно что следующая лапша мы будем знаете разные пробовать просто в упаковочках вот в таких коробочках там разные всякие приколдесные вот это у нас следующее знакомьтесь ну не сказала бы по-моему выглядит прям просто я не люблю эти моллюски да уже что-то посерьезнее миди сушеные смотри суши вот это респект они кладут вилки причем такие типо нормальные смотрите это сушеные мидии реально в упаковке которые были внутри то есть на фотке снаружи нарисованные мидии это не шутка мы все давай сразу мы все специи высыпаем и будем типа реальные эмоции давать надо войну и чем почему чтобы честно просто я тебе говорю черную я пробовал эту упаковку там будет правда остро чтобы честно бы ты согласен да ой 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 у меня есть предположение что 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 за это воняет ну пахнет может может это только я очень надеюсь если это будет также на вкус скорее всего это будет полным нет ну вот это пахнет как из бигбона мясной соус это уже вкусно будем надеяться на то что это будет на вкус лучше чем на запах они быстро варится вот кстати в отличие дошираку она прям быстро ну давай это будет скорее всего по запаху по запаху давай по запаху понять не так выражено но остатки есть мой прямо садки да такие вот это страшновато уже пробовать ну да нужно отребить я сразу открою до смочу язычок в итоге вот так это выглядит предлагаю попробовать бульончиком что давай вместе мышь мои реакции ждать ни в коем случае у что это давай 1 до 3 это остро но мне мне не очень иные ему-то понятно но вот не устрема вкус как говно на вкус раннего как будто просто дерьмище я а я понял продаются знаешь для том яма дешевые петсы и соуса которые отдают говнищем каким-то лимонным вот что-то похожее блин мне ну бульон не вкусный но это ж только бульон то есть по-твоему лапша в этом бульоне который на вкус как говно будет вкусно ну может быть я очень надеюсь я не исключаю а я знаете что я выловлю еще мидию которая была кстати сухая но пахнет кстати уже получше по-моему все также дима ну да в точку острота острота у меня четыре ладно вкус 1 вкус 1 ну это потому что реально потому что говно полное короче если вдруг вы где-то это увидите но уберите вот это зо-зо-зо-зо следующее по моему если мне не изменяет память это самая дорогая из того что у нас сегодня есть и удивительно так называется hot cup мала мала очень я не знаю как это лапша такая помню очень давно видел еще где-то у кого-то ее и я очень хотел ее попробовать в крышке есть дырочка для чего она я чуть позже объясню сверху первая тарелочка об и внизу еще вот такая херня ее нельзя ничего с ней делать короче чем суть это какой-то химический элемент который при соприкосновении с водой начинает нагреваться и собственно вся ваша лапшичка будет постоянно горячая очень важный вопрос ее нужно что открыть да вот мы ее кладем вниз далее что и мы берем воду заливаем прям туда я ущи ладно давайте зальем обычно типа не горячую обычную хорошо уж только не у не взорвись пожалуйста не страшно прикольно он сейчас хлопнется не должна так давай быстрее пока она не прошла что нужно это капуста к расчистить собственно вот вы сами видите прям начинает я залью сейчас холодную воду если что далее мы должны поставить это вот сюда далее мы заливаем воду туда ой слышите бурлит прикольно это вот реакция пошла и далее высыпаем ой красненькая и конечно же его опять килограммов 10 после чего наша задача чуть-чуть это вот так размешать а потом так здорово и все в чем типа понт этой всей темы все время пока ты будешь есть или пока ты будешь там что-то делать этот нагревательный элемент будет постоянно греть воду и он типа будет кипеть и ты будешь же есть прям горячая кстати о чем мы тупим у нас есть точно такой же только другой может мы его сразу тоже захерачиваем можно так смотрим я думаю в принципе будет похоже на вкус раннего как будто просто дерьмище теперь мы не будем заливать горячую воду это уже научен заливаем холодную и живут в конце пар такой пойдет он уже он же идет ну так там о пошла блин прикинь это реально штука прикольная эту мы пока закроем запускаем что там а мы ее сейчас будем пробовать неинтересно эта штука греет что-то в районе полчаса вон смотрите чем понт она прям кипит и выглядит кстати очень некрасиво ну она красная можно еще попробую выглядит правда стрёмно а не страшно очень похож на этом я на на таблину кстати неплохо остро мне не нравится какой он кислый вот здесь вот этот лимонный вкус и запах он именно лимонный он не химозный лимонный он именно лимонный просто остроты чуть-чуть я прям как будто острый лимонный сок пью бульон мне нравится бульону ставлю лайк пробуем лапшичку прям вот лимон ем вот дам лимон и какие-то воду острый чуть-чуть острый лимон окей давай опробуй второй чудак острый ну давай давай оценим для начала по страте один от 2 11 это вообще почти охреневший но это не один и вообще не острый и я нигде не почувствовала строчить острова то я мне не остро но типа по вкусу чуть острова то но вообще не острый а по вкусу поставлю 6 я не могу сказать что мне не нравится но то что он избыточно лимонный необычно я оцениваю больше здесь скорее всего индивидуальность вкуса чем просто факт вкусно это или нет необычно вот так я скажу тварь доброта я обжегся выглядит уже получше мне тот симпатичный лапша с листом каким-то давай бульон пробовать по запаху по запаху прям том я тоже кислятина такая ну вот видишь там желаем очень кислой и очень-очень вот этот мне нравится похоже на том ямчик только без морских вот этих привкусов потому что очевидно что здесь нет вот именно блин я не знаю как объяснить вот это мне прям нравится но они почему-то что тот что тут очень очень такое кислое да но тут кислость именно том ямовская поэтому она мне нравится надо пробовать лапшу прикольный то кстати мне нравится его образование тари наверное вкусу поставлю 5 я поставлю 8 по вкусу не нравится прям реально нравится возможно если бы они добавили сюда специю что-то морского вкуса какого-то потому что привет как был бы наверно еще вкуснее если бы не слота было бы намного вкуснее но этому типа по всей видимости особенность какая-то по вкусу поставлю 8 по остроте 2 не вот я я сейчас разжевал думаю по вкусу поставлю 667 за служить переходим дальше ну что сейчас будет реально интересно слева у нас черная лапшичка помогай мне летом она я знаю что это первые эмоции вот сразу именно соус книг не пахнет миленько да я даже носом почувствует а вот это сыр получается это это уже чуть похуже ой я под руки помоют они очень несрочно выглядит просто сумасшедшим подойдите понюхайте прошел вы понимали сразу насколько по запаху просто понятно сразу я сразу мороженое стану только андрюш пожалуйста вот сейчас без шуток каких-то немного попробуй хорошо 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 и жопу потом будет давай если бы и жопа ну что с чего начнем давай сырные старые хотя я думаю там острота абсолютно один такой ой по чуть-чуть пари пожалуйста андрюх я за тихо в ответ 1 макаронку попробуй столько сейчас подожди разуй меня я пока ничего не чувствую достаточно вкусненько и это только одна макарошка что будет чем плохо тебе уже не мне нравится просто чтобы перебить вкус у тебя губы не дарят я тесно я тесно как он тяжело дышим вот это будем пробовать не могу сказать что я вот очень чувствую типа сырное что-то я чувствую я просто чувствую очень большую остроту и все не нравится токсично-химичная острота она типа не какая-то как от перца ты чувствуешь все равно что это острота идет именно вот как объяснить вот есть химозная вот типа как соус острота острота которая как от перца блять коню сколько но подожди подожди он надо размешать сначала потому что внизу весь соус очень-очень-очень острое у меня где даже не проживал я просто полупроглотил у меня весь этот соус размазался вот это давай пробуй что скажешь спасибо что позвала на ролик меня еще прикалывают что нам постепенно доходят до каждой секунды все херовень усиливается вот эту лапшу можно купить в россии и один из ее очень крутых плюсов мне очень нравится сама лапша по консистенции работа на очень приятный вкус когда да ну и по остроте если вы очень любите острое то сто процентов потому что осталось немного но он тоже интересно погнали но вообще куда ты еще то ешь ну что андрей отошел и следующая у нас лапшичка где прям написано том-ям и мне очень симпатизирует упаковка потому что здесь прям вот крышка и нарисовано что нужно открыть открыть и прям вот тут тут такая крышечка слушай вот у меня мама лет десять назад бы оставила под салатик прям такая хорошая надеюсь это не вот этот луковый соус сраный лапша есть далее вот такие у нас овощи а мы не сказали оценку предыдущим а ну точно точно сырный 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 и по остатке острота 5 7 и вкус 9 8 и 2 острота 10 8 и вкус 9 прям вот 9 не один раз мы сказали вот у тех именно сама лапша прям очень консистенция клёва и у себя тоже вот лимонный там я прости андрей я не могу контролировать процесс и треш нормально давайте заливать тяжелый запах видимо какой-то культ в таиланде лимонный не понимаю давайте в принципе знаете что не будем повторять успех недоваренной лапши не будем терять время пока у нас вот это греется будем сразу распаковывать и смотреть что у нас в следующей а далее у нас идет вот такая лапшичка я думаю вы не забудете что что у нас осталось это том-ям вот это и еще одна с очень некрасивой картинкой сразу ее попробуем потому что мы будем пробовать после нее там ям и сделаем собственно обзор на последнюю и будем заканчивать почему-то я не знаю сверху видишь не приклеено вот этот соус какой внутри нас встречает что наверно лапша с вилочкой сухари что я думаю от своего мяса кстати вот не знаю кому как но мне нравится когда лапша внутри уже в специях со всем этим короче я объясню почему вот именно вот эта лапша который уже со специями она вся в специях и прям вот именно вся когда ты засыпаешь сами как будто может быть что-то не так и зальем давай выльем вот этот я думаю это какой-то типа устричный соус что-то такое какой-то остренький масло не поймешь окей она устанта кстати пока накроем и будем пробовать уже приготовленный наш дом я давайте открывать вместе это сделать раз-два-три и снова я не ждали я сама пришла запах вот этот супер лимонный я не знаю почему и зачем вот опять вроде том-ям но я я пробовал том-ям в таиланде и в местных кафешках прям местных местных где местные едят не туристические но почему то именно у лапши тайской местный но вот быстрого приготовления со вкусом том-яма почему-то такое очень странный запах лимонный ну бульончик я думаю он будет опять очень лимонный и непонятный не такой наваристый кстати если можно сказать так про бульон лапша ночью да какая кислятина боже ну прикольненько ну правда очень странный перед но слишком кислый вот прям лимонный сок ваша не в виде лимона продается лимонный сок концентрат вот как будто туда ливанули половину а в чем прикол вообще пораду меня я не думаю что в таком бульоне лапша может быть какой-то супер не сама лапша не нравится довольно это просто обычная лапша вместо воды лимонный сок на бульон не сильно передал вот эту ветку лимонность лапша но мне не нравится не очень точнее нравится сама лапша ну да типа норм но это вот как будто дешевая версия каких-то лапшичек в россии по страте 0 вообще не остро абсолютно по вкусу я поставлю 3 мне прямо не очень за что 2 бульончик еще куда не шло типа прикольненько так лимонный моих рук дело у нас подошла уже вот эта упаковочка очень надеюсь что вот это у нас поинтереснее вот это на запах как тот том-ям который мне понравился но тебе не понравится вот это мне кажется будет вкуснее не знаю почему попробую вот это вот этот квадратик что это мне мне кажется по моему это все таки соевое мясо как в дошараки соевое мясо это не кубик ну достаточно кстати даже прям прикольненько тут он уже не такой прозрачный не видно что да со специями и соусом все есть ну по запаху просто лимон нюхаю лимон это еще какой-либо ой ужас а вот это мне нравится острый такой вот тут уже острасть ощущается кстати а вот тут бульончик более том-ямовский чем в том про который я говорил а знаете почему я объясню сверху вот этот соус на котором была нарисована креветка вот в этом суть помнишь я там говорил что не хватает какое-то какого-то морского гада да 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 точно точно и здесь по всей видимости вот как раз таки в этом маленькой упаковочке был какой-то соус морепродуктный да вот это мне нравится вот это прикольно вкус лапшичка надеюсь она будет получше чем в предыдущем уже поприятнее кстати уже поприятнее и поострее она хотя бы жуется до предыдущей она была как раз таки вот как я говорил такой более жирной а здесь прямо даже жуешь по остроте 1 немножко отдает чуть-чуть там вот именно том ямской остротой тут уже чуть-чуть больше остроты чем в той тут уже она прям ощущается а в той вообще не было сколько тут поставишь тут по остроте поставлю 2 а по вкусу и поставлю 3 я по вкусу поставлю даже наверное 7 7 мне нравится он просто этот на любителей любители я просто я просто не любил там ты суть что видишь я поэтому с гостем и пробую потому что мнение могут быть разные здесь я не могу сказать что именно том ям в тайе которая ел похож прям потому что именно тайские местные том ям это те кто любит том ям это крутая штука здесь отдаленно понятное дело это просто лапша быстрого приготовления она не может быть супер похожа на настоящий том ям но вкусненько и я бы в теории такое дома разогрел когда быстренько нужно перекусить что у нас осталось последний штука и будем заканчивать это вот то чего андрей не хотел пробовать то что по картинке там просто ужас фуурнале куда-то собака нам Update Ну что ж, последнее. Пробуют? Да. Ну, дуглишко. Выглядит прям не очень. А вдруг это будет самое вкусное, что мы сегодня пробовали? Офин. Ой-ой-ой. Кстати, похоже все-таки это... Возможно, короче, вот эти гранулы разбухают. Они разбухают, да, и вдруг эта херня становится. И, возможно, похоже на картинку, что это типа мини-соевые кусочки мяса. Ну, просто если это так, то это уже более 50 дней, даже если знать, что это такое. Но визуально мне нравится. То есть я вижу, что не пусто. И есть реально что-то, что хотя бы можно будет пожелать. Ребяточки, еще раз напомню, если вдруг не подписаны на канал, обязательно проверьте подписочку, посмотрите. Подписывайтесь на Телеграм, потому что там всегда очень много интересного. Так, у меня как раз такая вот эта штука. Я не могу даже его описать. Ну, обычное соевое мясо. Блин, бульон, кстати, мне прям нравится. Да, мне мясо не понравилось как-то вот это. Район говно какой-то. Ну, обычное соевое мясо, от него нельзя ждать чего-то... Бульон? Здесь, по всей видимости, специи. Вот это соевое мясо направлено как раз-таки, почему на картинке очень много. Здесь бульон как будто мясной. Вот знаешь, когда курицу делают, куриный бульон, либо говяжий бульон. Здесь, я не могу сказать, что это за мясо по вкусу, но вот как будто мясной какой-то бульон. И чуть-чуть островатый. Слава богу, не пересоленный, не лимонный. Но мне нравится. Бульон точно лайк. Ты на картинке, она вкусная. Неплохо. Кстати, правда, да. Мне нравится, что непривычный вкус. Вкус необычный, как у какого-нибудь Роллтона или Доширака. Что, в принципе, для людей, условно, моих ровесников или даже помладше, постарше, то, в принципе, я ел лапшу быстрого приготовления. Вот этот вкус необычный. Ты вроде ешь лапшичку с бульончиком, что-то такое обычное, но сам вкус не такой, как у тех привычных нам лапшичек. Мне нравится. Вот именно вот это прикольно. И, как я понял, это прям вот супер местная какая-то штука. Тут даже... А, написано. Мясно, это бульон, свиной бульон. Здесь написано. По остроте 1, чуть-чуть пикантное, не острое. По остроте 2. А по вкусу я прям поставлю 9. Да, вот прям вкусно. Мне только вот одно но. Мне вот эти суевые херни не понравились. Ну, как я раньше сказал, мне кажется, от всего мяса нельзя ждать чего-то такого. Ну, не знаю, вот... Тем более в лапше быстрой по бетону. Ну, например, в Доширейке мне нравится. В Доширейке. В Доширейке, да. В Доширейке мне нравится, но... Ну, что ж, спасибо, что пришел. Если хотите увидеть Андрюшу еще, пишите в комментариях. Я думаю, он тоже почитает, и я тоже обязательно прочту. Лайк, подписочка. До новых встреч. И я очень давно не говорил эту фразу, но очень много ее говорил на старом канале. Дальше больше. Спасибо вам, что он со мной. Всех обнял. И до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok